Всем привет! Вы на канале ProFashion, меня зовут Натали, сегодня у нас с вами очень интересная тема, будем говорить о новогодних нарядах и что же надеть на Новый Год. Также я знаю, что у многих будут корпоративы к Новому Году, либо же какие-то вечеринки, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать в чем же пойти на новогодние вечеринки, либо же на сам Новый Год. Погнали смотреть! Первое, с чего я хочу начать, это конечно же пайетки, куда мы без них и тем более на Новый Год, но многие уже знают, что пайетки мы носим и в повседневной жизни. Что я хочу сказать, выбирайте платье в пайетках, брючные костюмы, либо же отдельно брюки, юбки, а также топы, либо же жакет. Это все можно надеть на новогодний вечер, либо же какой-то корпоратив. Также пайетки очень круто, можно носить и в повседневной жизни, например, вы выбрали для себя юбку в пол на новогодний вечер в пайетках. И надели сверху белую рубашку, добавили лаконичные туфли, а также сумочку в тон и красивые аксессуары. Новогодний образ у вас получился очень крутой и стильный, а в повседневной жизни вы не знаете, как надеть эту юбку, чтобы это не выглядело как-то комично, наляписто, либо же еще что-то. Надевайте эту юбку вместе с видшотом, либо же с худи, добавляйте массивные такие кроссовки, добавляйте любимую сумочку, из верхней одежды выбирайте то, что вам нравится и носите эту юбку каждый день. Благодаря простым базовым вещам вы акцентную вещь расслабляете. По поводу платья, очень стильно и классно будет смотреться именно платье в пайетках и можно добавлять акцентную сумочку, либо же выбрать что-то более такое простое и элегантное и сделать весь акцент на платье. То же самое с брючным костюмом, вы можете надеть совместный брючный костюм именно в пайетках, что будет выглядеть очень стильно, либо же его разделить и быть только в жакете, либо же только в брюках. Сюда хочу добавить вещи из металлика, выбирайте топ, брюки, юбку, либо же жакет из металлика, все вещи добавляйте спокойные и более базовые, получается очень стильный и нарядный образ. В то же время добавляйте еще сюда аксессуары, более простые и лаконичные, также добавляйте любимую сумочку и обувь на каблуке будет стильно и гармонично смотреться. Также вы можете собрать более спокойный и нейтральный образ и к нему как раз добавить акцентные аксессуары, все будет смотреться стильно и гармонично. Идеальный вариант для новогодних образов это наряды из шелка, либо же атласа, здесь вы можете выбрать платье в белевом стиле, либо же платье на запах, вы можете выбрать комбинезон, либо же отдельно брюки, либо же платье в длине миди или же макси. Очень круто и элегантно будут смотреться такие образы. Также очень круто будут смотреться костюмные варианты из атласа и шелка, это отдельно рубашка и брюки, более расслабленные и струящиеся, либо же вы можете выбрать шелк, который держит свою форму, тоже очень круто и стильно будет смотреться, а также это будет более элегантно и статусно. Самое главное понимать, какое же настроение вы хотите задать своему образу и тогда отталкиваться уже от тканей и фактур. Если вы хотите выглядеть более ярко и чтобы на вас обращали внимание, выбирайте более яркие аксессуары, такие как яркая сумочка, а также обувь. Если вы хотите выглядеть более статусно и элегантно, тогда выбирайте более базовые варианты для аксессуаров. Еще один очень классный вариант, выбирайте базовый брючный костюм в цветах и ароматах, это может быть белый, серый, а также черный цвет и добавляйте контрастные и яркие аксессуары. Образ получается стильным и интересным. Если же вам хочется чего-то более яркого и чтобы на вас обращали внимание, тогда конечно же выбирайте более яркий брючный костюм. Также этот брючный яркий костюм можно носить и отдельно в повседневной жизни. А к яркому брючному костюму добавляйте обычные аксессуары, которые не будут выделяться и тогда ваш образ получится гармоничным и стильным. Также еще один очень стильный тренд, который можно надеть в новогоднюю ночь, это конечно же прозрачные ткани, вы можете выбрать прозрачную блузу, либо же прозрачный лонгслив, под низ надеть топ, будет все выглядеть очень стильно и интересно. Либо же надеть прозрачную блузу и сверху надеть еще жакет, что будет смотреться гармонично. Также очень круто в образах будут смотреться прозрачные юбки, либо же брюки, добавляйте более объемный жакет, все будет смотреться стильно и гармонично. Также очень круто смотрятся платья из сетки, под низ можно надеть мини платье и образ будет смотреться очень интересно и стильно. Также такой образ вы можете носить и в повседневной жизни, добавляя оверсайз жакет. Очень элегантно и красиво смотрятся корсеты, как в новогодних образах, так и в повседневной жизни. Корсеты могут быть из костюмной ткани, шелка, либо же со стразами. Корсеты очень круто работают со свободным низом, от джинсов до шелковой юбки. Корсеты также можно носить в повседневной жизни, надевая сверху на рубашку, либо же лонгслив, или же футбол. Также я предлагаю в новогоднюю ночь выбрать маленькое черное платье, которое подходит именно вам, потому что я считаю, что у каждого свое маленькое черное платье и у каждого своя длина, у кого-то это может быть мини, у кого-то будет миди, у кого-то будет макси. Выбирайте, конечно же, маленькое черное платье на свой вкус, добавляйте более акцентные аксессуары, если хотите как-то выделить этот образ, если нет, добавляйте более простые и лаконичные аксессуары. Очень круто и стильно будет смотреться, а также это маленькое черное платье вы сможете надеть и в повседневной жизни. Также очень круто смотрится бахрома на платьях, либо же на топе, или же она может быть в определенных местах на брючном костюме. Также бахрома должна быть шелковистая и длинная, также бахрому можно использовать в качестве аксессуаров на сумках, либо же это могут быть серьги с бахромой, либо же браслет. Не отходя далеко от бахромы, хочу сказать, что перья сейчас актуальны и они актуальны не только в новогоднюю ночь, но и в повседневной жизни. Выбирайте платье с перьями, либо же рубашки, либо же вы можете выбрать шелковый костюм с перьями. Такой наряд вы можете сделать самостоятельно, купив перья и нашить на свою одежду. На этом сегодня все, мы с вами проговорили, какие же наряды будут актуальны на Новый год и не только. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, если вы смотрите меня без подписки, подписывайтесь и жмите колокольчик. Спасибо большое за просмотр, до новых встреч, новых видео.